Донбасс 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 что происходит. Но уровень паники растет. По сообщению наших знакомых, проживающих в украинских городах, они не спят с самого утра. Звонят близким, чтобы успокоить и успокоиться. С ужасом сравнивают это утро с кадрами из военных фильмов. Те, кто не может оставаться в такой обстановке, пытаются покинуть города. Люди сообщают, что на дорогах пробки. В частности, из Киева невозможно выехать. У украинцев возникает вопрос, можно ли пересечь границу с Польшей в поисках убежища. И получают противоречивую информацию. Тем временем Россия закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов. Работа 12 аэропортов российского юга приостановлена с сегодняшнего дня до 3 часов 45 минут по московскому времени 2 марта. Речь идет об аэропортах Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Росавиация настоятельно не рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим пребывать в эти аэропорты. Стало известно, что отменены все рейсы и из аэропорта Волгограда. Как сообщает Интерфакс, из московского Шереметьево отменены 47 рейсов в южном и юго-западном направлении. Что касается Барнаульского аэропорта, то сегодня вылетов в южном направлении не было. Сообщил нам Иван Лапшин, руководитель отдела маркетинга аэропорта Барнаул. В числе городов, где закрыли аэропорты, оказался и Симферополь. В целом, в южном городе отмечают его жители все спокойно, но в небе летает военная авиация. Единственное, что выбивается из общего фона, это закрытый аэропорт и летающая над головой военная авиация. Ее по звуку можно отличить от гражданской. Остальное все нормально, спокойно. Валюта мгновенно отреагировала на мировые события. Если обновлять ленту с курсом валют, то его изменения происходят каждые 10 минут. Так, на момент подготовки этого материала доллар стоил 87 рублей 77 копеек. Евро – 99 рублей 80 копеек. Московская биржа сообщила о приостановке торгов. Об их возобновлении сообщат позже. На фондовом рынке паника. Акции международных компаний упали на несколько процентов. Алтайский экономист Анатолий Жболдин-Кронберг не советует переводить и сохранять рубли в долларе. Во-первых, инфляция и того и другого почти одна. Во-вторых, как он это часто говорит, уже поздно. Ситуация пока происходит слишком стремительно. Это как раз и отражает то, что никто пока не понимает, в чем дело. То есть даже по ленте телеграм-каналов и прочим, потому что по телевизору идет, даже еще непонятно, в каком объеме и что там происходит. То есть если судить по заявлениям официальным того же президента нашего, мы только, так сказать, Донбасс защищаем. Если судить по, как бы, около информации этого, тут уже, как бы, уничтожение идет, или, по крайней мере, выведение строя инфраструктуры военной Украины. Я, допустим, деньги спокойно перевел сейчас на всякий случай на карту МИР. Это обычная мастер-карда я вижу. Ну так, на всякий случай.